В Москве прошла первая партийная конференция направления 2026. В ее рамках представители «Единой России» обсудили решение задач, поставленных президентом страны Владимиром Путином, а также вопросы обновления партии. Проведению форума предшествовали более 200 межмуниципальных и почти 90 региональных дискуссий по всей стране. В Чувашии подобные дискуссии прошли в апреле в Красночитайском, Комсомольском районах и городе Новочпоксарске. Также состоялся региональный этап партийной дискуссии. Об итогах партийного форума в нашем сюжете. Секретарь регионального отделения партии Валерий Филимонов рассказал, что работа конференции проходила на трех дискуссионных площадках. Качество жизни, приоритет развития, экономика роста и обновление партии партстроительства «Цифровая партия и идеология прорыва». По итогам работы площадок были выработаны рекомендации, которые стали основой для резолюции партконференции. Итоги обсуждения по всем этим дискуссионным площадкам были подведены на пленарном заседании. В совместном заседании членов Высшего совета партии и членов Генсовета партии, где мы приняли резолюции. Громадная резолюция на 21 страницах. Конечно, мы его сегодня будем обсуждать, дорабатывать и в течение одного месяца с учетом всех замечаний от регионов. Включая даже каждого члена партии, мы его планируем в течение одного месяца утвердить эту резолюцию. В проекте резолюции конференции отмечается, что «Единая Россия» должна стать главной политической силой реализации указа президента, партии прорывного развития страны. Ее задача, как крупнейшей политической партии, основанной президентом России, использовать все свои возможности, чтобы национальные идеи, определенные в указе президента страны, были достигнуты в каждом регионе и муниципалитете, чтобы люди чувствовали реальные изменения к лучшему. Партия берет на себя и контроль исполнения всех программ, которые будут приняты. Но уже сегодня известно, мы знаем, во-первых, по внутрепартийной жизни, секретарь гернесовета Андрей Анатольевич Турчак объявил, и это было предложение и членов партии, чтобы сделать систему оценки деятельности депутатов всех уровней, начиная, значит, федерального уровня, регионального уровня и, значит, муниципального уровня. Это во-первых. Но, во-вторых, чтобы представительные функции депутатов, особенно на приемах с, значит, гражданами депутатской приемы, чтобы эти приемы проводили лично сами депутаты. Но, кроме этого, уже озвучено было несколько проектов, в частности, «Чистая страна». Чтобы обеспечить решение задач, поставленных президентом России, «Единая Россия» должна соответствовать статусу ведущей политической силы страны. Партии необходим постоянный приток новых, молодых лиц, кадровая ротация, подчеркнул Валерий Филимонов. Евгений Романов, Галина Титарчук, Республика.